Здравствуйте, с вами Android Android. Сегодня хотел поговорить о очень крутой стратегии, пошаговой стратегии, которая называется Battle Fleet 2. Данная игра стоит около 100 рублей. В ней вы будете, как вы поняли, управлять различными кораблями и воевать. Игра обладает с ног сшибательной графикой, обалденной графикой. Также в настройках игры можно поменять качество воды и качество самой графики. У меня, видите, даже не на максимальных качествах графики, а выглядит очень опупенно. Давайте посмотрим, что у себя представляет. Игра на английском языке, есть режим Single Player, Multi Player, разные компании можно выбирать. Давайте выберем Quick Battle, выберем какую-нибудь вот эту и нажмем Start. Ну и давайте какую-нибудь вот новую гвинею, вот эту. Все, у нас происходит загрузка. Как я говорил ранее, будет пошагово, но сделана очень круто сделана игра. Во всех смыслах обалденная игра. Я сам в такую игру с удовольствием буду играть. Вот наш карьер, наш эсминец. Мы можем посмотреть его статистику. Вот нажимаем статус и показано, какие у нас, что обозначает, где он находится, его максимальная скорость и многое другое. А дальше, что мы можем делать? Мы можем вот так вот камеру пробежать, удалять. Как вы видите, тут показаны различные места, допустим, остров, да, суша, вода. Вот, помимо этого, мы можем с вами посмотреть, если враги здесь, то должны быть враг, которого мы должны с вами уничтожить. Мы можем посмотреть на него, как он выглядит. Ну, вот такой маленький, что я его даже не вижу. Давайте вернемся к самому кораблю. Что мы можем с вами делать? Мы можем с вами... Так, сейчас мы найдем, найдем, найдем новый корабль. Мы можем стрелять и передвигаться. Давайте передвигаться начнем. Нажимаем Move и вот так мы с вами направляем, в какую сторону мы с вами пойдем. А здесь показано, на какое расстояние мы с вами, наш корабль будет передвигаться. Нажимаем Move и он у нас начинает передвигаться. Помимо этого, мы можем увеличить скорость игры. Вот, вот, здесь самые медленные, средние, максимальные. Давайте сделаем среднюю. Так, также мы можем с вами, давайте попробуем, по максимуму, когда мы сделали ход, мы должны нажать Enturn, чтобы наш соперник сходил. Все, он сходил и он уже начинает в нас... А, нет, это не он, это он пускает со своего корабля самолеты, который нас атакует. Мы тоже, в свою очередь, можем так делать. Давайте попробуем так сделать. Вот, мы нажимаем Fire и вот у нас определенный вид самолетов. Нажимаем на самолетик и выбираем, чтобы защищаться или обстреливать нашего врага. Давайте нажмем Eye Strike и направим на него, где он находится. Нацелим поточнее, чтобы попало 100%. Так, нацелим и нажимаем Engage. Все, они летят и начинают обстреливать этот корабль. Так, а теперь давайте подойдем к самому главному, каким образом мы стреляем из нашего, так сказать, этого корабля. Мы тапаем, нажимаем какой-нибудь из пушек и теперь мы должны нацелить и попасть в нашего врага. Скажу честно, я не смог попасть ни разу, но тут надо очень четко нацеливать или просто я чего-то не знаю. То есть, допустим, мой враг находится здесь. Давайте нацелим на него. Вот, приблизи. Ну, я даже слишком далеко от него нахожусь. Ну, давайте, давайте я сейчас тогда попробую к нему приблизиться по максимуму, а потом уже попробую в него стрельнуть. Давайте нажимаем Move, максимально мы сейчас приблизимся к нему, нажимаем, все, передвигаемся. Ну, не такие большие дистанции, мы можем с вами перемещаться, как видите. Так, вот и враг наш тоже проехался. Давайте попробуем все-таки в него стрельнуть. Нажимаем, у нас есть три вида пушки, из которых мы можем с вами стрелять. Показано ее демидж, расстояние, вот рейндж написано. Вот, даже, вот видите, кругом обведено, но мы сейчас, наверное, не сможем попасть, но все-таки давайте я выстрелю, чтобы вы посмотрели, что вообще все представляете, когда мы выстрелим из нашей крупнокалиберной пушки. Помимо этого, мы можем также стрелять одним выстрелом, а также двумя. Вот. Ну, давайте вернем, нажмем на конец хода, и пусть к нам враг подает, чтобы мы смогли его обстрелять. Он тем временем пускает нас различные самолеты, чтобы нас подбить. Сейчас мы к нему подойдем, и мы ему покажем Кузькину мать, я думаю. А в миссии может по низкой кораблей быть, то, что вот один корабль, это вообще легкотня, а бывает по 5-6 кораблей. Вот там будет реально жарко. Вот. Давайте передвигаемся. Очень крутая игра. Мне кажется, что 100 рублей она стоит, потому что реально очень круто сделан. Давайте сейчас попробуем его обстрелять. Нацелим на него. Арт-обстрел мы устроим. Так. Все. Используем. Ну, достаточно мало жизнью я его потратил. Самые основные военные действия начнутся, когда корабли сблизятся друг с другом. Вот тогда там начнется очень веселая штука. Давайте. Так. Мой соперник куда-то передвигается вообще в другую сторону. Давайте попробуем к нему подойти в упор. Он, как я понимаю, какую-то ВИЧ хочет взять. Давайте нажимаем в торн. Какую-то... Ага. Значит, какие-то разбросы по уровню дополнительной плюшки, которые нам откатят. О! Во время боя она будет легче воевать, если мы их возьмем. Мы, к сожалению, не смогли подойти к этому месту. Ну, так, давайте еще раз подойду к нему еще ближе. Нажимаем Move. Так, ну, почти что я приплыл к моему врагу. Ну, сейчас начнет самое интересное. Вот начинается перестрелка. Вот самое интересное, что... Ааа, меня потопили. Ничего у меня не получилось. Ну, очень крутая игра. Советую всем обязательно ее приобрести. А с вами был Андроид Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok